всем привет дорогие подписчики и если вы видите это видео значит я уже дома и меня наконец-то выписали из больницы и все прошло удачно успешно и в общем не сделали то удалили камень с почки это уже классно так что в дальнейшем я уже планирую там куда то там по-серьезному кататься а так как он не мешал и не получалось сегодняшнее видео будет у нас про велосипедную раму и про мой проект по постройке велосипеда с алиэкспресса а называться данный проект будет по простому это алиштейн какая сути вся этого названия я долго думал типа как назвать я вначале думал типа о франкенштейн типа велосипед из разных запчастей то есть ну как бы и монстр да кто знает там читал смотрел фильмы про франкенштейна что тому из трупов разные там руку пришили там голову часть лица и так далее так далее а тут у меня велосипед но потом типа блин у меня же как бы он с алиэкспресса и решил скрестить франкенштейна и алиэкспресс у меня получился алиштейн и штейн с немецкого если перевести это дословно камень так что встречайте велосипедная рама и проект алиштейн цена кстати на момент заказа была у нас 150 долларов скажите что это типа дорого для китайской алюминиевой рамы я скажу да это дорого то что есть рамы и за 7000 я находил там какие то есть и кстати у этого продавца я ссылочку конечно же оставлю ниже в описании под этим видео на данную раму и на магазин продавца про что продавца много что интересного есть есть кстати вот это вот рама за 7000 алюминиево но что мне не понравилось я искал определенный тип а это именно двадцать девятые колеса хотя бы с внутренней проводкой хотя бы частичной в общем и чтобы цвет был красивый а что за цвет мы сейчас посмотрим дальше сейчас буквально минуточку еще потерпите сейчас вот все расскажу чтобы в дальнейшем не было вопросов и как с предыдущим проектом красная жара я сделаю плейлист и в этом плейлисте будут все компоненты которые будут стоять на данном проекте алиштейн опережая наперед у некоторых людей которые возможно возможно скажут типа блин дав добавил бы там сколько тысяч четыре да и купил бы карбонную раму тогда это уже был бы не алюминиевый велосипед и в этом проекте я не буду вообще использовать никакого карбона не руля не выноса не подсидела не седла никаких проставочных колечек в общем вот чисто вот алюминиевый бюджетный велосипед но но не самое дно не буду брать покрышки там какие-то по 500 рублей которые весят по килограмму я заказал хорошие все об этом будет дальше в следующих видео так что подписывайся ставь лайк и колокольчик жми в положении все чтобы не пропускать следующее видео вам будет приходить оповещение типа вышло у китай велик новое видео зайди посмотри рекомендуем и так далее в общем все это и так знают а и как сказали в каком-то видео много воды давай короче открывать поехали хочу также заметить что упаковано она все неизвестно во что то есть какая-то тут у нас кресло слои пупырки монтажная вот этой вот ленты и всего чего не жалко обычно мне две рамы которые присылали в картонных коробках присылали будем смотреть что у нас здесь фу это только один слой а дальше мы видим что здесь вот такие вот матрасы надувные я думаю ну не должно было ничего случиться с рама если конечно ее там не бут сали что я могу сразу сказать и цвет прислали не тот но в теории он как бы тот просто видим что здесь вот зелененькая вот эта вот ставка есть но он должен быть вот сейчас я фоточку прикреплю полностью должен быть салатовый цвет полностью салатовый но в принципе я даже как-то вот сейчас подумал такой буквально на мгновение подумал типа блин так это же еще лучше красивее цвет сделаны то есть здесь вот эти вот ставочки вообще шикарно в паре с остальными компонентами вообще будет идеально в общем сейчас дальше открою посмотрю что у нас тут как она выглядит без этой мишуры так что у нас здесь а здесь у нас петушок все больше что прикол даже заглушки никакие не положили просто вот в комплекте где заглушки как шо ну будет это все болтаться блин ну конечно китайцы китайцы ну что пока я разматывал очень долго и нудно разматывал всю эту пупырку пупырку хирирку заметил несколько мелких сколов там что-то краска вот тут вот как-то непонятно это вообще краска или наклейка но самое главное то что мне прислали цвет не тот вся рама должна была быть ну примерно такого цвета то есть там плюс-минус салатово металлик какой-то мне прислали black green также что еще вот начнем пока что все по минусам потом я уже перейду к плюсам и каким каким-то замерам по минусам не положили вернее в комплекте нету сзади у нас ничего нету то есть нету ним не стояла никакой распорки чтобы блин просто вот не испортить не погнуть как-то там перья второе что мне не понравилось блин ну ребята ну положите вы пластиковые эти конченые заглушки ну блин вот внутренняя проводка рама ну и как мне вот здесь проводить просто будет тросик тереться об раму и царапать ее и биться и издавать ни хрена себе звук звук не дай бог она будет так звучать когда я буду ехать вы только послушайте это адский ад также нам и не положили ну собственно не поставили с передней части но плюсы здесь тоже есть в этой раме кстати я забыл сказать название у нас рама это twitter блин ну хоть twitter и ладно пусть twitter будет чем какой-нибудь мейджун лан какой-нибудь наклеечка у нас тут такая еще интересно есть даже не на она под лаком типа носите всегда шлем пользуйтесь передними и задними фарами типа светом ездите осторожно соблюдайте правила дорожного движения блин ну понятно но зачем мне тут вот это вот эти буковки тут я и как бы и без вас знаю что как и надо ехать делать но блин ладно дальше что у нас по характеристикам характеристики у нас таки следующие рама у нас 17 ростовки алюминий блин хрен его знает какой алюминий тут ничего не написано кстати версия у нас называется tw3900 xk типа cross-country вот собственно у нас на перри заднем и написано кстати вот что я могу сказать из плюсов тут наклеена защитная пленочка как минимум это уже плюс есть 2 какой плюс и здесь есть крепление и отверстия для установки багажника здесь собственно здесь у нас есть то что я говорил здесь частичная проводка тросика это у нас у нас получается выходит она прямо здесь вот такой прям аж прорезь сейчас как говорят модно почему-то делать и не делать шов снизу не знаю чем это связано типа чтобы гасить вибрации или не знаю просто грязи туда может набиться ой-ой-ой ну принципе она с оттуда же и вся вывалится получается у нас тросик на задний переключатель будет выходить отсюда и сразу упираться сюда так как я буду делать скорее всего цельную рубашку я как-то прикреплю чтобы не было вот этих вот упоров а просто будет целиком идти сразу цельная рубашка крепление под диск у нас из никакого не постмаунта и тем более не на нижнее перо ну кстати на нижнее перо бывает такое что ставят ставят ограничения и больше 160 миллиметров вы задний диск не поставите рулевая у нас с прямым штоком потому что если брать уже под конусный что кто разумеется рама будет дороже стоить вилка будет дороже стоит и в общем все будет дороже стоить и тогда уже велосипед но навряд ли он в 50 к влезет что по качеству краски и ну я вам сразу не скажу ну я же говорю есть некоторые там какие-то царапки мелкие конечно потеки все еще помыть ее надо будет каретка каретка у нас под резьбу стандарт бса и сейчас даже замерю сколько сколько она у нас тут 68 или 73 я думаю 68 до 68 ровно миллиметров наша каретка и кстати даже есть номер выбитый на этой раме это очень тоже хорошо чтобы там например вы дома записали и поэтому номеру смогли в дальнейшем найти свой велосипед но это так чисто утрирую там типа водят аля документы где-то там что-то вечно придумывают а по факту ничего это не работает никогда и не работала подседельная труба у нас внутренний диаметр и 31 8 миллиметра как в собственно все и в принципе и заказывал все здесь по стандартному и кстати еще померять рулевой стакан сколько должен быть пойди 44 миллиметра до 44 миллиметра соответственно низ и вверх да ну и конечно же теперь многих многих интересующий фактор это вес собственно рама сколько эта рама весит так что сейчас мы это проверим так и вес у нас составляет кило восемьсот восемьдесят были для алюминиевая рамы я думаю это вообще норм показатель как считаете вы пишите разумеется в комментариях конечно это не ультралайт какой-нибудь там карбон шмар шмарбон и так далее но кило восемьсот восемьдесят тоже неплохая циферка не знаю что вы думаете по поводу данной рамы но мне по крайней мере нравится не знаю почему хоть и обманулись цветом я вообще хотел чтобы она вся была такая флоресцентная зелено-салатовая такая ядовитая чтобы в глаза бросалась как собственно у меня шлем там и много чего из каких деталей но здесь вот за счет вот этих вот таких маленьких как бы вставочек цветных здесь здесь и здесь вот надпись полностью twitter выполнена таким металликом салатовым красиво смотрится я думаю рама вообще такая солидная ну как не то чтобы солидно они это не бренд на это не скотт не трек уж далеко вообще ни разу не хочу сравнивать вообще ну просто просто чисто вот мое мнение рама неплохая по крайней мере по виду пока что как это все будет у меня потом сборки смотреться как он будет собственно велосипед катить будет какая у него торсиона жесткость будет ли он там вообще может сразу сломается блин ребята я только сейчас обратил внимание я только сейчас обратил внимание вот наверное никто сейчас не этого не заметил сколько я уже кручу верчу данную раму и никто не заметил что были а здесь швы полированные рулевой стакан полированный подседельный подседельная труба перья полированные швы за исключением конечно каретки ну блин полированные швы да вы чё серьезно не вот 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 чего чего вот этого я кстати сейчас не ожидал я уже думал все заканчивать типа прощаться там все дела там до скорых встреч подписывайтесь ну блин полированные швы в нем вы представляете ну вот это вот это прикол не ну это однозначно вообще круто у а вот скину вот вообще просто балдеж конечно можете может скажут что типа да фонту от этой от этих полированных швов ну блин как минимум это эстетически красиво не знаю ну вообще класс да круто ничего не скажешь также стоят перемычки у нас на нижних перьях и соответственно на верхних есть два отверстия для установки держателя насоса в общем две бонки здесь у нас на подседельной трубе ничего увы нету так что здесь как бы вот у нас по минимуму хотелось бы еще здесь две но здесь можно принципе поставить какую-нибудь подрамную сумочку там селедку ты тут повесить на раму в общем байпакингом можно обвешать велосипед хоть весь с ног до головы вот теперь точно уже заканчивая этот обзор и в дальнейшем уже будем смотреть что будет приходить какие новые заказы товары для данного проекта алиштейн напомню еще раз так что ссылочка ниже в описании всем спасибо за внимание не забывайте подписываться ставить лайки пишите комментарии что вы думаете покупают по поводу данной рамы вообще в целом ну и конечно же можете поддержать мой канал по ссылкам тем же внизу в описании стать по спонсорам его и помочь в дальнейшем развиваться каналу всем спасибо за внимание с вами был андрей канал кто велик и рама twitter нет неправильно здесь не twitter здесь должно быть алиштейн так что всем удачи и до новых встреч пока